Привет всем. Сегодня я расскажу, как менять струны, нейлоновые струны, на гитаре, потому что чаще всего у начинающих это вызывает сложности, потому что нейлоновые струны гладкие по всей длине, у них нет на концах никаких зацепок и шариков, как у металлических струн. И здесь обычно человек не знает, как их закрепить. Я сейчас вам расскажу последовательность от и до. От самого начала до самого конца. И в итоге, я думаю, вы сможете сами поменять струны на гитаре. Первый этап. Нам нужно снять старые струны. Люди, которые ни разу этого не делали, тоже задают вопрос, а как их снять. Вот у нас колки. С помощью прокручивания колка мы можем струну либо натягивать, либо ослаблять. Вот сейчас я ее ослабляю. Вы почувствуете, возьмите вот так вот струну и вы почувствуете, что ее натяжение ослабляется. То есть просто у всех гитар в разные стороны колки. То есть у одной гитары могут быть колки в одну сторону спускать струну, у другой гитары в другую. Поэтому универсально тут сказать нельзя. Вот видите, струна становится все дальше и дальше. Я могу ее все больше и больше оттянуть. Вот мы скручиваем колонну. Раскрутить струну нам нужно до самого конца. То есть до того момента, как мы ее сможем вытянуть из отверстия на валики колка. Вот мы раскрутили струну. Теперь нам нужно ее вынуть из отверстия. Вот мы ее вынимаем. Вот у нас струна теперь закреплена только здесь. Вот у нас свободный конец. Мы его вот так вот вытягиваем и развязываем здесь струну. И струну просто вытягиваем. Ну вот мы сняли все струны. У нас осталось снять последнюю струну. Когда вы снимете струны, я вам очень сильно советую взять тряпочку и протереть деталу. Потому что вот на подставке под струнами скапливается очень много пыли и грязи. На подставке вот с этой стороны скапливается. Потому что вы же не можете, когда у вас струны стоят, протереть там. Мы на эту гитару установим вот такой комплект струн фирмы Labella. Очень хорошая, зарекомендовавшая себя фирма. Нейлоновые струны, такие же, как у нас здесь стояли. То есть мягонькие струнки для начинающих. Смотрите, они разложены в пакетики. Каждый пакетик пронумерован. То есть в этом пакетике находится первая струна, в этом вторая, в этом третья, ну и так далее. Чтобы не запутаться, я вам советую струны из пакетиков не доставать, пока вы не начнете их ставить. Этот комплект у нас с черным нейлоном. То есть вот три первых струны у нас будут черные. В общем-то, никакой роли не играет белый у вас будет нейлон или черный. Но по опыту своему скажу, что черный нейлон, как мне кажется, звучит немножко четче, ярче. То есть я его больше люблю просто. Сейчас мы с вами с первой струны по порядку начнем устанавливать струны новые на гитару. Вот смотрите, мы кончик струны просовываем в дырку первой струны. Вот у нас кончик. На нем мы завязываем узелок. Как будто на веревочке обычный узелок. Вот видите, вот у нас получился узелок. Теперь вот эта часть струны у нас с вами пойдет туда, мы ее держим и вокруг этой струны сначала под низ, потом в эту петлю и еще раз в эту петлю продергиваем этот кончик струны и струну вытягиваем. То есть у нас с вами вот этот узелок, кончик с узелком, так, немножко не так, вот, кончик с узелком у нас с вами окажется вот здесь вот, вот видите, за вот этим вот ребром подставки. У вас должно быть пересечение, последнее пересечение вот этих вот двух концов у вас должно быть за вот этим ребром подставки. А вот эта часть струны у нас пойдет сейчас вверх на колок. Вот, теперь этот конец напросовываем в дырку. Будьте внимательны, первая струна устанавливается вот на этот колок, шестая вот на этот. То есть крайние струны у нас устанавливаются на ближние колки. Потом вторая и пятая струна будут устанавливаться на эти колки и внутренние струны, то есть третья и четвертая будут устанавливаться вот на эти колки. Будьте внимательны, потому что некоторые путают, потом настраивать гитару очень сложно. Мы продернули струну в дырку, высунули конец обратно и тоже вокруг колка мы как бы вот завязали узелок. Вот видите, у нас получился узелок. Положили струну в свое отверстие на подставке и начинаем закручивать. Тоже будьте внимательны, когда вы начинаете крутить колок, нужно чтобы струна у вас шла сверху колка. То есть смотрите, она идет вот так вот и гладенько вот так туда закручивается, чтобы у вас не было обратного направления движения струны. И у нас струна ложится на колок и закручивается вокруг него. Натягиваем струну, но пока не сильно. То есть настраивать ее сразу не надо, просто пока слегка натягиваем, чтобы она имела какое-то натяжение. Если у вас гитара с болтом, то не пугайтесь, когда вы струны снимете, у вас гриф будет болтаться. Это нормальное состояние для таких гитар. Если же у вас у гитары гриф плотно приклеен к корпусу, ну то есть гриф соединен с корпусом, клеен, то гриф у вас останется на месте. У таких гитар гриф будет болтаться. И будет он болтаться до тех пор, пока мы не установим все струны. И струна, когда вы первую струну установили, она у вас, видите, она сейчас не звучит, она потому что лежит на грифе. Потому что натяжения пока никакого нет и гриф у нас поднялся. Сейчас, после того, как мы установили первую струну, мы должны с вами установить шестую. Почему? Потому что видите, как гриф выгнулся. Мы установили первую струну, и она у нас сейчас гриф перекосила. Поэтому сейчас мы будем ставить, даже если у вас гриф склеенный с гитарой, все равно желательно ставить сначала первую струну, потом шестую, потом вторую, потом пятую, потом третью, потом четвертую. Шестая струна у нас вот такая вот толстая. Мы ее раскручиваем. Смотрите, часто бывает, что вот такой вот конец у струны, видите, немножко обмотка как бы редкая. Вот этот конец у нас пойдет наверх, на гриф, на головку грифа, на колки. А конец, который полностью в обмотке, мы будем закреплять вот здесь. Продеваем струну в дырку в отверстие шестой струны. Также достаем кончик. Но теперь уже никакого узелка завязывать не надо. Почему мы на первой струне завязывали узелок? Потому что первая, вторая, третья струны у нас очень гладкие и скользкие. И даже если струна у нас будет скользить, вот видите, узелок немножко подтягивается. Вот этот узелок, он в итоге задержит струну. Она не сможет выскользнуть до конца. Здесь у нас обмотка, которая будет хорошо зацепляться. Один конец за другой. И она не даст выскользнуть. Также, смотрите, заводим. То есть этот конец струны у нас пойдет туда. Этот конец заводим под струну. И вытаскиваем отсюда. То есть получается вот такая вот петля. Заметьте опять, пересечение вот этих двух концов у нас за вот этой вот гранью. То есть оно не должно быть сверху, оно за гранью. Вот. И кончик остается вот такой вот. Так же поднимаем струну на головку грифа. Помните, да, что шестую струну мы устанавливаем вот сюда. Первую сюда, шестую сюда. Ищем отверстие, чтобы удобно было. Продеваем сквозь отверстие. И здесь уже узелок тоже можно не завязывать. Ну, кто-то завязывает, но в принципе можно не завязывать. Нужно только струну хорошо подогнуть. Вот. Чтобы она у вас вот здесь вот загнула, чтобы она не выскальзывала. И сзади подогнуть ее в другую сторону. Вот. И теперь мы можем тоже струну закручивать. Опять же, струна у нас должна лежать сверху на колке. Начинаем ее постепенно натягивать. Тоже сильно пока натягивать мы ее не будем. Теперь мы с вами ставим вторую струну. Вторая струна оставится точно так же, как первая. Видите, она вся у нас гладкая. Продеваем ее в отверстие второй струны. Вытягиваем. Вот наш кончик. Что дальше мы делаем? Дальше мы завязываем узелок. Узелок. Теперь на эту часть струны у нас пойдет наверх. Заводим. Проводим в петлю. И еще раз. И пересечение, помните, да? Пересечение двух вот этих концов у нас должно быть за вот этой грани. Вот у нас хвостик остался там. Видите? Все. Дальше мы поднимаем струну на головки грифа. В какой колок? Вот в этот колок. Поделаем дырку, вытягиваем, вытягиваем, завязываем узелок и начинаем крутить так, чтобы струна ложилась на колок. Мы видим все наши шеи в струну. Здесь вот у нас остались такие красивые хвосты. Люди спрашивают, что с этими хвостами делать. Но я обычно ничего с ними не делаю. Я их закручиваю колечками просто. То есть сматываю колецом и закрепляю. Некоторые обрезают их. Но вообще так, если вот по правилам, вроде как не советуется их обрезать. А вот так вот колечками свернуть, и у вас будут аккуратненькие колечки. Но если они уж вам сильно мешают или сильно раздражают, ваше зрение, можете, конечно, их обрезать. Но они сильно близко к полку, иначе они могут просто оттуда выскользнуть. Вот мы с вами поменяли нейлоновые струны на обычной гитаре. Напомню, что менять их нужно, если вы часто играете, не реже, чем раз в полгода. Если вы очень часто играете, то менять их нужно раз в три месяца. Нейлоновые струны. Ну и почему, вот, заметьте у нас струны с вами, с так называемой золотой обмоткой. Еще бывает с латунной обмоткой, посеребренной. Посеребренная обмотка, она как серебро такого белого цвета. Вот, но вот эти струны прослужат вам дольше. Потому что серебряные струны истираются быстрее. Серебряные струны это вообще более такой концертный вариант. А для повседневной игры советую вам ставить латунные, бронзовые или вот голодные струны, как было написано на упаковке. Ну все, всем спасибо. Пока.